...второго нападающего боковым ударом в колено-сустав. Этот удар можно нанести с подскоком, если противник отошел. Так он получится даже мощнее. Боковой удар в колено-сустав эффективно наносить в любую область сустава. Однако, как и удар коленом, лучше его использовать в качестве контрудара и добивания. Начинать с него нежелательно. Он не такой быстрый, как, например, подбив, но по силе не уступает. Тщательно поработайте над этим ударом. При боковых атаках он просто незаменим. Смотрите еще раз в замедленном исполнении. Не забудьте отработать ее с партнером и на лапах. Следующая комбинация начинается с удара ребром ладони в горло, стоящему в стороне противника. Перед ударом желательно поднять руку к своей шее, например, или подбородку, якобы почесать, показывая, что вы нервничаете. Можно также поправить галстук, если вы в галстуке. Таким образом, подняв руку фактически в первую фазу удара, вы нанесете быстрый и неожиданный удар. С такого удара также хорошо начинать, как и с удара локтем сбоку и подбила. На мой взгляд...